с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 23 января и сразу же переходим к родившимся в этот день 1783 год в этот мир пришел стендаль анри мари бейль французский писатель реалист мастер психологической прозы вдохновленной смелостью и героизмом молодого наполеона который возглавлял заговор он поступил на военную службу стендаль служит два года и уходит в отставку с намерением вернуться в париж и заниматься исключительно образованием и литературой жизни описания гайдена моцарта и метастазио история живописи в италии но самый знаменитый роман красное и черное 1832 год родился эдуард мане французский художник один из основоположников импрессионизма забавно но есть еще один художник с похожей фамилией разница лишь в одной букве клод ман и все объясняется довольно просто оба творили в этом направлении работы их практически похоже но все же есть разница любопытно что путь художника к славе был как это часто водится долгим творчество мане долго не признавалась до тех пор пока его друзья не навязали буквально лувру одно из произведений после этого картины мастера стали покупать и другие галереи 1903 год день рождения григория александрова кинорежиссера автора фильмов веселые ребята цирк волга-волга весна встреча на эльбе и других лауреат госпремии народный артист ссср герой соцтруда начале пути вместе с эйзенштейном работает и учится в голливуде важную роль судьбе александрова сыграла встреча самим чарли чаплиным тридцать четвертом году он снимает веселые ребята с утесом и орловой главных ролях критика встретила фильм штыки но сам сталин разрешил этот фильм помимо творчества страна внимательно следила за жизнью звезды семьи в составе александрова и орловой 1944 год день рождения сергея белого баскетбольного игрока и тренера олимпийского чемпиона 72 года двухкратного чемпиона мира одного из самых именитых игроков советского европейского баскетбола двадцатого века кстати именно сергей белов зажигал огонь на олимпийских играх 1980 году в москве 23 января 47 год прошлого века рождается александр иншаков работал тренером по дзюдо гимнастике середине 70-х получает черный пояс по карате и начинает работать в кино зоне особого внимания тегеран 43 аса и многие другие фильмы с его участием в качестве каскадера он дублировал известных актеров леонида ермольник александра абдулова и других 1969 год день рождения андрея кончельский со советского российского футболиста и тренера восемьдесят седьмом году прошлого столетия родился лео комаров финский российский хоккеист чемпион мира ну а теперь о событиях 23 января 1881 год в большом театре в москве премьера оперы евгений онегин пушкинский сюжет для новой оперы был предложен якобы певицы елизаветы андреевны лавровской считается что на выбор сюжета повлияли события личного характера якобы накануне петр ильич чайковский подобно онегину получил письмо с объяснением любви от девицы антонина ивановны милюковой первая постановка состоялась в 1879 в малом театре однако не оценена зрителями но после 23 января 81 года популярность оперной версии евгения онегина стала фантастической 1927 год образование общество содействия обороне авиационному и химическому строительству попросту говоря о савиахима она считалась советской общественной политической обороной организации с 1951 года до сав ссср тоже есть расшифровка добровольное общество содействия армии авиации и флоту 1937 начинается открытый судебный процесс в москве по так называемому антисоветскому троцкистскому заговору или центров над 17 обвиняемыми среди которых находятся крупнейшие в недавнем прошлом партийные и государственные деятели пятаков радык сокольников серебряков они обвиняются в измене шпионажа диверсиях и вредительстве подготовки террористических актов 11 обвиняемых приговариваются к расстрелу напомню еще раз год 1937 2001 год фидель кастро принимает решение о круглосуточном дежурстве около скульптуры джона леннона из-за того что постоянно пропадают очки с памятника газеты писали про открытие кастро лично снял покрывало со скульптурой заявил великим его в моих глазах делает его мышление его идеи я тоже мечтатель но я увидел как мои мечты воплощаются в жизнь еще недавно кастро клеймил песни лена на как влияние загнивающего запада а теперь друг перевел певца в ранг революционера и жертвы американских преследований и на кубе зазвучала вечная музыка beatles но и самое последнее каждый год 23 января в мире отмечается день почерка или говоря старинным языком день ручного письма но то есть от руки согласитесь мы настолько отвыкли писать рукой что иногда с трудом даже уже можем поставить свою подпись что не говори эволюция идет все дальше не давая нам расслабиться но как важно помнить в эпоху всеобщей компьютеризации и зарождение искусственного интеллекта что ручное письмо абсолютно уникально у каждого из нас есть почерк и он неповторим графологи полагают что между особенностями почерка и чертой характера обязательно должна существовать связь потому что наш человеческий мозг как бы подсознательно вводит рукой пишущего работы мозга кстати они объясняют это что при взрослении изменений характера почерк человека также меняется так что право на письмо у нас есть всегда отложим сторону телефоны и мышки и напишем хотя бы пару фраз от руки давайте почувствуем свободу с вами был николай пивненко в проекте дата